Около 5000 люминесцентных ламп обнаружены вблизи аэропорта Наринмара. Груда безобидных, на первый взгляд, отходов крайне опасна. Лампы содержат ртуть, которая чрезвычайно вредна для человека и окружающей среды. Кто организовал несанкционированную свалку с опасными отходами, выясняли активисты Общероссийского народного фронта. Груда сложенных друг на друга картонных коробок. В каждой из них порядка 30 люминесцентных ламп. Активисты Общероссийского народного фронта навскидку определили. В этом брошенном складе порядка 5000 ламп. Ртуть содержащих. Они включены в перечень отходов первого класса опасности. А это значит, чрезвычайно опасны для здоровья человека. Мы видим земельный участок, который никоим образом не огражден. Лежат под открытым небом, кусками полиэтилена прикрытые. В принципе, здесь и дети ходят, гуляют, и эти лампы бьют, и сами могут пораниться. Как выяснилось, свалку в черте города организовала компания «Экология». Организация за деньги принимала от населения лампы на утилизацию, но свою работу не завершила. Муниципальный контроль занимался этим вопросом. И в декабре нам устно ответили, что, к сожалению, собственников этого безобразия не могут пока найти. Нет зоны доступа. И вопрос остается открытым. Положить конец опасной свалки решили общественники. В адрес Росприроднадзора по Ненинскому округу и в прокуратуру были отправлены соответствующие запросы. С просьбой принять меры реагирования по данному нарушению. В 2017 году Общероссийский народный фронт запустит проект по экологическому просвещению «За чистый округ». Его цель – объединить жителей округа для наведения чистоты и порядка в регионе. По мнению активистов, в первую очередь необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. Для этого будет создана специальная интерактивная карта. Во всех соцсетях создана группа, где каждый житель может разместить фотографию, допустим, где несанкционированная свалка, и указать координаты. И мы будем реагировать уже именно на это обращение, то есть как бы уже дальше прорабатывать вопрос, чтобы как-то ликвидировать эти свалки. Во-вторых, необходимо наладить работу по утилизации опасных отходов. Активисты провели мониторинг и узнали о пунктах приема ртуть-содержащих и люминесцентных ламп. Граждане имеют возможность сдать данные лампы управляющим компаниям, той управляющей компанией, в которой они обслуживаются. Мы прозвонили все управляющие компании, которые у нас в округе есть, и от всех получили положительный ответ. То есть они принимают у населения данные лампы. Важный момент, что данные лампы нужно сдавать в заводской упаковке. Либо в любой другой упаковке, потому что дальше управляющие компании тоже только в заводской упаковке могут их сдать. Юридическим лицам необходимо заключать договоры с организациями, которые имеют лицензию на утилизацию. В Наринмаре две такие компании – «Экология» и «КТА Лес». Стоимость утилизации одной лампы – порядка 90 рублей. Что касается утилизации батареек, то специального пункта приёма и утилизации в Ненецком округе нет. Их можно принести в свои управляющие компании или в молодёжный центр. За четыре месяца там собрали порядка 30 килограммов батареек. В конце января сотрудники своими силами вывезут груз в Архангельск, где есть пункты утилизации. Акция «Батарейки сдавайтесь» будет продолжена. Любой житель нашего округа может принести в любое время батарейки либо сюда, в молодёжный центр, либо в магазин, либо в товары. А также к нам присоединяется магазин «Позитон». Могут принести, а мы уже при мере возможности своими силами будем отвозить. Общественные организации отмечают, большинство граждан просто не знает о том, насколько опасны те же батарейки или лампы. Поэтому они оказываются в мусорном ведре, а потом на свалке. В магазинах, где торгуют осветительной техникой, отсутствует информация о содержании ртути в лампах, о мерах безопасности и о том, что такие лампы надо сдавать. Кроме того, в Ненецком округе нет единого портала, где можно узнать, куда сдать батарейки, лампы, градусники, как утилизировать старый автомобиль, покрышки и многое другое. Возможно, в год экологии такой ресурс появится и в Ненецком округе. Валентин Очебичек, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.